АПЛОДИСМЕНТЫ Род есть единый организм, и он имеет единый целостный образ. Эта мысль была высказана в 1924 году Павлом Александровичем Флоренским в ходе цикла лекций, которые он читал во Вхутимасе. Высшие художественно-технические мастерские, где готовились мастера живописи, скульптуры и других специальностей молодого СССР. Эта мысль поможет нам сегодня заглянуть в особую область знаний, которую я посмею назвать родовая антропология или, если угодно, родовое человековедение, и которая, на мой взгляд, есть одна из наук обозримого будущего, близкого будущего, в какой-то мере уже настоящего. В этой науке обретут свое особое значение философские труды Николая Федорова, уже упомянутого отца Павла Флоренского, исследования наших современников Евгения Шиферса, Олега Геннесарецкого, открытия Вирджинии Сатир и своеобразные эксперименты Берта Хеллингера. Что же это значит? Как мы смотрим на мир, если смотрим через бинокль родовой антропологии? Что мы видим? Мы видим прежде всего, что род жив. Род жив, а каждый из нас живет не только индивидуально, но и как орган своего рода. Этот взгляд не очень обычен, потому что привычный взгляд, такой оестествленный, предполагает, что человечество — это совокупность индивидуумов, каждый из нас жив индивидуально. И более того, каждый из нас настолько свободен, что вправе решать, кто я. Современный мир предполагает, что человек свободен и может сказать положительно или отрицательно. Я сын моих родителей или отец моего ребенка. Я являюсь ли я русским или евреем? Наконец, мужчиной или женщиной? Все это в наше время — вопросы ориентации. Предполагается, что каждый настолько оспособен, что может сделать выбор, встать на какую-то точку зрения и, не сходя с этой точки зрения, решить все эти фундаментальные вопросы. И при этом основанием вроде как может послужить новый фильм, знакомство. В таком мире очень легко отодвинуться от родства. Для этого даже не надо, как персонажу советской мифологии Павлику Морозову, приносить в жертву своего отца. Достаточно просто сказать. Биологический отец, биологическая мать, биологическая дочь. Почувствуйте разницу. Родной отец, родная мать, родной ребенок. И вот мы живем в этом свободном мире, где каждый из нас выбирает свою идентичность. И вдруг звучат вот эти слова «Род жив» и «Я орган рода». И как только эти слова произнесены, мы оказываемся в другой реальности, отличной от прежней. В этой реальности особой, в реальности родства, есть свои черты, некоторые из которых я бы хотел отметить. Здесь и сейчас так эскизно. Первая черта этой реальности состоит в том, что связь родителей и детей есть всегда. Связь и отношения. Если нет информации, если о человеке ничего не известно, то связь и отношения все равно есть. И как раз, когда не хватает информации, это очень сильная связь. Это важно понимать, в том числе потому, что очень часто дети живут вдалеке от родных родителей. Родной родитель звучит как тавтология, но лучше так, чем биологический родитель, потому что цена у этого второго выражения есть. Время. Род, как живой организм, протяжен во времени. Если угодно, время — это телесность рода. И связаны разные точки времени событийно. В этом смысле, конечно, время течет туда и обратно, если мы меряем не секундами, а событиями. Например, двое зашли в троллейбус, сели на места и через 15 минут познакомились. Как только эти двое познакомились, прошлое изменилось. Оказывается, 15 минут назад они начали свое знакомство. Они просто вошли в троллейбус. Пропустим несколько этапов и представим, что эти двое вступили в брак. Теперь та секунда, когда они вошли в троллейбус, это начало их семьи. Прошлое изменилось. Совсем изменилось. Теперь по отчаянию у этих двоих родился ребенок. Для этого ребенка будет, конечно, очень интересен тот момент далекий, который уж, конечно, не сводится к использованию общественного транспорта. Это момент, когда этот ребенок получил шанс родиться. И знание о том, что время течет туда и обратно, в родовой действительности, заставляет помнить, что мы можем менять прошлое. Жил-был молодой человек, у него была жена, и они жили вместе со старшей парой. И как-то так случилось, что старшая пара, родители этого молодого человека поссорились с молодым мужчиной, и старший мужчина выгнал эту молодую семью из дома. И это был тяжелый для них период, для этих молодых. Прошло много лет, это помнилось как обида, и вдруг в какой-то момент этот молодой человек так уж вышел, проснулся утром и подумал, вот научился чему-то, принимать какие-то решения, заботиться о близких. Когда я этому научился? И при таком взгляде внутреннем вспомнился именно тот момент, когда отец выгнал молодого человека из дома. И с этого момента обида стала благословением. Прошлое изменилось всего лишь в момент изменения отношения к нему на приемлющее. Всего лишь, конечно, в кавычках, потому что именно приемлющее отношение к прошлому позволяет времени течь. И наоборот, те места, где мы ставим запрет, там возникают узлы, которые потом приходится развязывать. Память. Другой момент действительности родства. Память — это проявление целостности рода. Род жив, у него есть своя целостность, и каждый в нем важен. Так, цитируя в каком-то смысле Николая Федорова, я бы сформулировал принцип признания без исключения. Родовая память не знает плохих или хороших родственников. Каждый важен без исключения, потому что память — это проявление целостности рода. Брак. Вступление в брак — это всегда событие этно-родовой действительности. Два рода встретились, и появляется третий род. И это не только встреча двух супругов, но и вот это вот важное событие в жизни на уровне рода. В этом смысле, даже если гуляний не было, каждое создание пары — это свадьба. Вот в таком глубинном смысле у каждой пары такая свадьба есть. Мои индивидуальные решения — это в то же время решения на уровне рода. Они распознаются в этом масштабе родовом иначе, нежели в моей индивидуальной жизни. Жила-была женщина, она уже была взрослая женщина, и о своей бабушке знала только то, что когда эта женщина родилась, то бабушка сказала о ней «Не возьму на руки, пока ребенка не покрестить». И родители этой девочки, угождая бабушке, покрестили ребенка, хотя были атеисты и не принимали вот эту вот рекомендацию. Но они выполнили волю старшего человека. Прошло много лет, и женщина выросла, у нее родился сын, она привела его в храм, а ее уже сын привел в храм свою дочь. И мы не знаем, чем руководствовалась бабушка тогда, когда требовала покрестить младенца. Доказывала ли свою значимость, или действительно верила в Бога. Но в родовом масштабе тот маленький коммунальный скандал выглядит как нечто совершенно иное. народ. Народ — это, как сказал как-то Владимир Малявин, народившиеся. В этом смысле население — это только часть народа, который можно представить лесом, состоящим из родовых деревьев. и от того, насколько мы способны в себе длить из прошлого в будущее рост этих деревьев, их жизнь, зависит жизнеспособность нашей страны и техокеанской России, в которой мы находимся, как в особом регионе. Говоря, что род жив, мы обнаруживаем целый ряд интересных черт действительности родства. Их можно еще описывать. Я же сейчас, так приближаясь к концу, обратил бы внимание на одну, может быть, очень важную, особо важную черту, которая, в общем, очевидна из того, что я говорил. Но все же. Получается так, что когда я родился, вместе с жизнью я получил принадлежность. И эта принадлежность больше моих свободных решений. Я не могу выскочить из рода. Я могу лишь принимать эту принадлежность или пытаться ее оспаривать. И когда я этот выбор делаю, принимать или не принимать, я вступаю в особые отношения со своей жизнью. То есть, дело здесь не в том, что уважать старших это морально хорошо. Дело не в том, что заботиться о детях это юридически правильно. Дело в том, что принимая родство, я принимаю свою жизнь. и наоборот, когда я пытаюсь сказать в этой действительности нет, я ставлю под вопрос свою жизнеспособность. Попыткой такой метаисторической поставить под сомнение жизнеспособность в масштабах целого народа был, конечно, Советский Союз. Такая всеобщая попытка отречения. Отряхнуть с ног прах мира прошлого и родовые связи и религиозные и другие и такой большой выдох, за которым не последовал вдох. И поскольку мы живем в стране, которая до сих пор является в каком-то смысле послесоветской, мы еще не стали чем-то новым, мы все еще на переходе, нам важно сознавать, что запреты на родовое, они как ставятся, так и снимаются в личной, психической, душевной жизни каждого человека. И здесь важен закон, который в разных вариациях в общем известен в психологии и не только в психологии работает, как в родовой действительности, так и в других антропных мирах. Где закрыта, там и дверь. Если что-то вызывает у меня протест, неприятие, значит, там есть какой-то очень важный, жизненно важный для меня ресурс. В заключение я обращу внимание, наверное, и участники нашей встречи обратили внимание, что я ничего не сказал в доказательство того, что род жив. И это сделано сознательно, потому что мне вообще хотелось бы, чтобы родовая антропология еще какое-то время была, а не совсем наукой. И потому что эта область знаний требует лично опытного присутствия и участия. Каждый может сам в собственной жизни убедиться или опровергнуть то, что он сегодня услышал. И я желаю всем участникам нашей встречи открытий в этой замечательной области. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ